На прошедшей неделе съемочная группа Ахтубинского телевидения побывала в гостях у ветерана труда Труженикова тыла Алексея Ивановича Бабичева. В 41-м, 22-го июня ему было только 11 лет. И сразу после школы он уже стал работать в колхозе. Так кончилось его детство. Война началась. Мне уже чуть не исполнилось 11 лет немножко. Война 22-го началась. Все, я так и продолжаю работать уже. Уже старше. Уже тут я работал вместе в войну. С женщинами работал наравне. Уже когда на пенсии пошел, так только узнал, что мне с 44-го года трудовая у меня. Пришли к Алексею Ивановичу в этот день гости. Бывший бригадир водного транспорта колхоза «Путь к коммунизму» Геннадий Овчинников, под началом которого Бабичев очень долго был капитаном маломерных судов хозяйства. И у Алла Шиянова, работавшая там же, сначала бригадиром животноводческой бригады, а затем и председателем колхоза. Уже долгое время находясь на заслуженном отдыхе, он всегда интересуется, как дела идут в хозяйстве, спрашивает, волнуется. И все мероприятия, которые мы проводим в своем предприятии, он всегда участвует. И в конкурсах принимает участие, и поет, и танцует, и уходит домой с призами только. Поэтому я очень рада, что в таком возрасте и люди очень такие активные. Основная цель гостей – обговорить детали большого мероприятия, 90-летия бывшего члена колхоза. По этому случаю Алексей Иванович одел свой парадный костюм с правительственными наградами, врученными ему за самоштверженный труд. А заодно принес и несколько последних номеров «Ахтубинской правды». Здесь же выяснилось, что Бабичев – ровесник районной газеты, первый номер которой вышел в ноябре 1930 года. И называлась только она тогда «Путь Ленина». Хорошая газета «Ахтубинская правда». Выходит на новый уровень, стала более интересней. Поэтому читаем с удовольствием. Газету читать просто как-то. Тут все в слое написано, как-то просто написано. Очень интересная, занимательная была встреча ветерана. Вспоминали, как работали, и, несмотря ни на что, ни на какие трудности, получали удовлетворение от создания выполненного долга. Рассказывал он о своей семье, как работал, за что получал награды. Вспоминал Бабичев, на каких теплоходах ему пришлось выходить в плавание по нашим рекам, где среди именитых гостей, председателя колхоза, героя социалистического труда Савельева и Ивана Геевича, нередко были герои Советского Союза, летчики, космонавты. Мы с Леоновым выезжали в 80-м году. В 80-м году. Баткас был новый совсем. Новый, конечно. Савельев пригласил. И вот так сидели, вот так, вот так, ну, как Леону, я и Савельев. С левой стороны Савельев сидел. Все, я жизнью доволен. Доволен, то, что я потрудился немало, прожил, мне Бог дал жизнь, сколько. И, слава Богу, войны не было, мирно, чтобы люди жили, чтобы все было хорошо. Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ.